Визит президента Беларуси в Китай завершился посещением Пекинского университета. Выступая перед студентами, Александр Лукашенко отметил, что Китай является одной из опор многополярности и устойчивости в мире. Сегодня же президент провел переговоры с премьером госсовета. Ли Катьяна выразил уверенность, что нынешний приезд белорусского лидера придаст дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений. Ряд встреч состоялся у Александра Лукашенко и накануне. Главная из них с председателем КНР Си Тиньпином. По итогам подписана совместная декларация. В ней отражен качественно новый статус партнерства. В Иерусалиме сегодня провожают в последний путь экс-президента Израиля Шимона Переса. Попрощаться с известным политиком, лауреатом Нобелевской премии мира, уроженцем Беларуси приехали многие мировые лидеры. Поминальная церемония прошла и в штаб-квартире ООН. Участие в ней приняли генсек-организации, а также многочисленные руководители миссии государств. Беларусь представил замминистра иностранных дел. После мероприятия Валентин Рыбаков оставил запись в книге соболезнований. Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные. На территорию страны продолжит поступать теплый влажный воздух с Западной Европы. В субботу и воскресенье местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем будет в пределах 16-23 градусов. Местами по Гомельской и Брестской областям воздух прогреется до 25. Однако гидрометеоцентр предупреждает, потепление будет непродолжительным. На следующей неделе вновь похолодает.